Я на ней последний раз ездил, выезжал 31 декабря 2012 года. И все, и больше она стояла. Последний день прошлого года для водителя грейдера Евгения Зайкова стал предотпускным. Теперь он только изредка заводит мотор, дабы убедиться, что техника исправна. Таких, как он, в Гупенекрасовский автодор, поселка Защитный, 28 человек. Все они с 1 января отправлены во внеплановый отпуск. Сидят без работы и без денег. Сколько зарплаты получили за январь? 2 тысячи. На квартиру не хватит. Куда их тратить? В долги забираться надо. Некогда самостоятельное госпредприятие два года назад объединено с Даниловским гупом. В течение последних лет именно они осуществляли уборку и ремонт несколько сотен километров дорожного полотна в Первомайском, Любимском, Некрасовском районах. Но в этом году на смену казенному автодору пришел автодор частный. Строительная компания из Ярославля выиграла госзаказ на конкурсе. Субподряд взяли только гуп Даниловский. Текущий год показал элементарно простую вещь, что 94 закон, по которому мы сейчас работаем, вся Россия работает, этот закон направлен на то, чтобы уничтожать предприятие. Все. Теперь вместо дорожной техники лишь номера на заборе. Большую часть машин уже забрали в Данилов. 63-летний заслуженный дорожник России Леонид Ефиманов не на себя переживает. Молодежь жалеет. Я за молодежь, за нашу переживаю. У нас сейчас некуда идти. Абсолютно здесь. Колхозы задавлены, все задавлено. Ну куда им идти? А у всех семьи, подводить. И вот таких шпигалетов. Люди разбегутся. Кто-то уйдет куда-то, кто-то в запой уйдет. А большинство из них уйдет в запой. Это элементарно просто. Потому что свыше людям, которым свыше 40 лет, практически им устроиться уже негде будет. В город не возьмут. А больше здесь у нас работы нет. Куда останется мужикам? До чапка и до водки. Безрадостные вести пришли и сегодня. Вслед за техникой руководство Даниловского ГУПа приказывает избавляться и от людей. Правда, пока полученное письмо носит рекомендательный характер. В связи с уменьшением объемов и тяжелым финансовым положением сократить штат Даниловского ГУПа. Контроль за ситуацией ведет областной департамент дорожного хозяйства. Там считают, что решение руководства предприятия о сокращении штата преждевременно. Абсолютно нецелесообразно сейчас сокращать людей. Даниловский ГУП Автодор занимается не только содержанием автомобильных дорог, а в том числе еще и капитальными ремонтами, строительствами, реконструкцией автомобильных дорог. Можно просто руководители предприятия, я думаю, сейчас не пороть горячку, спокойно разобраться в дальнейших хозяйственной деятельности предприятия на целый год. Мы знаем, сколько там человек, мы знаем их чуть ли не по фамилии на каждого человека. Естественно, если что-то будет у нас, какие-то виды работ производится в том муниципальном уровне, естественно, мы будем в первую очередь рекомендовать этих людей, чтобы они выполняли эти работы и получали нормальную заработную плату. С появлением приказа сокращения штата у сотрудников ГУПа остается ровно два месяца. Но дорожники готовы до последнего отстаивать свою территорию. Первое – обратиться в прокуратуру. Анна Сея Жирайна, Денис Лосев. День в событиях. Продолжение следует...